Привет, друзья! В данном видеокасте я покажу, каким образом настроить процесс в сервисе Boards.ChryTarget, чтобы получать все новые комментарии ко всем записям в всех ваших группах. Например, у вас есть ряд интернет-магазинов, представленных в виде групп ВКонтакте. В каждом из этих магазинов у вас большое количество товаров, большое количество видеозаписей с обзорами этих товаров, большое количество фотоальбомов, в каждом из которых очень много фотографий. Каждая фотография – это отдельный товар с описанием. Много-много новостей на стене сообществ, в каждом сообществе. И пользователи, ваши потенциальные клиенты, могут оставлять комментарии каждый день в самых разных местах вашего сообщества. В комментариях к фотографиям, в комментариях к старым новостям, к видеозаписям, в обсуждениях, везде, где только можно. И, как правило, так это и бывает. И, как правило, владельцы таких сообществ выпускают большое количество потенциальных клиентов. Собственно, сейчас мы с вами самостоятельно, с помощью сервиса BoardShareTarget, запрограммируем процесс, который будет автоматически собирать все комментарии за последние сутки во всех ваших сообществах. И вы будете сразу видеть, какие из этих комментариев новые, какие старые. И, соответственно, сразу же можете перейти по ссылкам на новые комментарии и ответить на вопросы ваших потенциальных клиентов. Итак, вот мы открыли сервис BoardShareTarget по этой ссылке. Сейчас у нас перед нами пустой процесс. Вот здесь, в середине. Сюда мы будем добавлять новые задачи, шаги нашего процесса. Вот шаблоны наших шагов находятся вот в левом меню, который вот так появляется и исчезает красиво. Все наши задачи сгруппированы логически. Ручной данных, сообщество и так далее. Пользователи, контакты и так далее, и так далее. Здесь внизу есть особая вкладка управления, которая позволяет запустить процесс, который мы с вами запрограммируем. Ну, изначально нам нужно сделать ручной вот данных. Это будут ссылки на сообщество. Ну, каждый процесс в BoardShareTarget должен на входе получать какие-то данные. И поэтому мы используем вкладку «Список сообществ». Данные мы будем вбивать вручную. Это будет список наших интернет-магазинов. Ну, я для примера использую несколько своих просто групп каких-нибудь. Чисто для примера вы, соответственно, можете использовать свои собственные группы. Например, так. И сейчас еще что-нибудь найдем. Например, так. И, например, вот так. Вот я копирую и вставляю ссылки на некоторые сообщества. У вас это будут ваши сообщества, их может быть и другое количество. Ну, все зависит, собственно, от вашей ситуации, от вашего бизнеса. Это наша первая задача. Вот мы ее настроили. На входе она получает вот эти вот сообщества, ссылки на сообщества. На выходе она выдает следующие задачи «Список сообществ». Ну, чисто для примера я вот продемонстрирую, как работает отдельно вот эта вот задача сама по себе. Запустим этот процесс. Вот, получили в результате три сообщества. Можно получить их в виде ссылок. Можно в виде ID. Можно в виде ID через запятую. Так. Дальше. Давайте подумаем, где пользователи могут оставлять свои комментарии. В обсуждениях, в новостях на стене, под фотографиями в комментариях и под видеозаписями в комментариях к видеозаписям. Ну, собственно, давайте собирать все комментарии по очереди. Начнем с новостей. Новостей сообществ. Сначала мы должны получить новости сообществ. Вот. Здесь вот есть свои определенные настройки. Мы можем фильтровать новости, чтобы у нас не анализировались, например, новости ранее, чем какое-то количество дней назад. Или чтобы у нас отбирались новости, только содержащие определенные фразы. Но для наших целей это не нужно. Включать ли новости на стене от других пользователей. Ну, допустим, у нас случай с пабликами. И, допустим, чужих новостей нет, поэтому можно отключить. Ну, если паблики, собственно, это и не важно. Чужих новостей просто не будет. Можно оставить. Если мы хотим получать комментарии за последние сутки, то вот здесь вот дата комментарии не ранее, одного дня назад ставим. Можно фильтровать по фразам, но для нас это не обязательно. Но если мы хотим, если мы знаем, какие фразы используют наши потенциальные клиенты, задавая целевые для нас вопросы, ну, например, там, какая цена, куда доставка и так далее, и так далее, мы можем сюда вот прописать какие-то определенные фразы, например, или отдельные слова. Цена, доставка, стоимость и так далее, и так далее. Ну, я уберу. Не буду использовать. Вот смотрите. Чтобы вы понимали. Вот у нас сейчас добавлено три задачи в процесс. Это, первое, это список сообществ. Мы вбиваем сюда наше сообщество, список наших сообществ. Ссылки. Далее, мы из этих сообществ получаем новости сообществ. Вот, если навести сюда мышку, то она показывает, зеленым подсвечивает источник входящих данных. Вот здесь указано авто. Она автоматически понимает, что последний источник сообщества это вот эта вот задача, ну, в данном случае единственная. Поэтому вот эта задача будет источником входящих данных для вот этой задачи. Мы можем сюда вписать единичку, потому что вот ID этой задачи 1. Ну, это будет односильно авто в данном случае. Если мы сюда введем что-либо другое, ну, возникнет ошибка. Вот, будет подсвечиваться красным цветом. Можем стереть и автоматически поставить слово авто. Вот. Здесь далее, следующая задача. Получаем комментарии к новостям. Новости у нас генерирует вторая задача. И новости, вот эта вторая задача генерирует новости. И вторая задача является источником входящих данных для третьей задачи. Вот. Наводим, подсвечивается вторая задача. Все аналогично. Если 2, то все правильно. Раз, подсвечивается вторая задача. А если, например, 1 введем. 1, это первая задача. 1, первая задача 1. Вот. То возникает ошибка. Потому что здесь должны быть новости, а здесь исходящее данное сообщество. Вот. Не подходит. Поэтому оставляем 2. Или авто. Вот. Авто. Получили комментарии к новостям. Далее получаем комментарии к видеозаписям. Получаем видеозаписи сообществ и получаем комментарии к видеозаписям. Так. Запись идет. Запись идет. Получаем видеозаписи сообществ. Комментарии к видеозаписи. Вот смотрите. Видеозаписи получаем из вот этой задачи. Вот. Из четвертой. А сообщества получаем вот из первой задачи. То есть у нас сообщества передаются вот так вот вниз и поступают вот в эту задачу. Я также могу здесь указать не авто, а один. Это будет то же самое. Я оставлю авто в данном случае. Видео добавлено не ранее не указываем. Нам нужны все видеозаписи. Получаем комментарии к видеозаписам не ранее одного дня назад. Ну, потому что мы не хотим, чтобы у нас анализировались старые комментарии, чтобы процесс происходил быстрее. Нам нужны только комментарии за последние сутки. Так, получили комментарии к новостям, получили комментарии к видеозаписи. Далее получаем комментарии к фотографиям. Здесь нам нужно сначала получить фотоальбомы сообщества, потом фотографии фотоальбомов, потом комментарии к фотографиям. Добавили три новые задачи. Сообщество получается у нас из первой задачи. Фотоальбомы получаем из шестой задачи. И комментарий к фотографиям получаем из седьмой задачи. Все последовательно, все правильно, никаких ошибок нет. Вот смотрите, если бы мы, например, получили бы фотоальбом из сообществ, эту задачу берем и сразу попытались бы получить комментарий к фотографиям, то возникла бы ошибка. Вот, получаем фотографии из авто, источника фотографии у нас нету нигде здесь. Поэтому программа говорит, что ошибка, такого источника входящих данных нет. Если мы пытаемся запустить процесс, то он нам скажет, что не найден источник входящих данных. Поэтому нам нужно сначала получить фотографии фотоальбомов. Что мы и сделаем. Получаем фотографии фотоальбомов. Задача добавляется в конец списка. Мы можем ее перенести в нужное нам место. Вот, теперь ошибка исчезла. Значит, получаем фотоальбом из сообществ. Здесь настроек нету. Получаем фотографии фотоальбомов. Настройки есть, но нам нужны все фотографии, поэтому мы оставляем это поле пустым. Комментарий к фотографиям оставляем за последние сутки. Все правильно. Теперь получаем, получили новости, комментарий к новостям, к видеозаписи, к фотографии. Теперь получаем к обсуждениям. Сначала получаем обсуждение сообществ и комментарии в обсуждениях. Обсуждение получаем из первой задачи. Если вот сюда кликнуть, то откроется, ну, в страничке перелистнется вот к той задаче, которая является источником входящих данных. Нажимаем. Вот, первая задача. Все верно. Перелистнулась сюда, и она посвятилась зеленым цветом. Если бы мы указали что-нибудь другое, то, соответственно, ничего не произошло бы, если бы мы кликнули. Оставляем авто, и у нас первая задача является источником. Все отлично, все как надо. Получаем обсуждение сообществ, настроек нету. Получаем комментарий к обсуждениям, кликаем, есть настройки, дата комментария не ранее одного дня назад. Все как надо. Собственно, казалось бы, мы сделали все, что нам нужно. Получили комментарии к новостям, получили комментарии к видеозаписи, комментарии к фотографиям и комментарии к обсуждениям. Все комментарии не ранее одного дня назад. Но теперь нам нужно... Если мы просто так запустим процесс, то на выходе мы получим только комментарии к обсуждению. Нам нужно получить все комментарии. Поэтому мы добавляем еще несколько задач. Вот. Комментарии. Объединить комментарии. Три такие задачи добавляем. Почему? Потому что нам нужно объединить все полученные комментарии. Одна такая задача объединяет комментарии из двух источников. Вот смотрите. Первые два источника комментариев у нас. Комментарии к новостям. Айди задачи три. И комментарии к видеозаписям. Нет. Стоп. К новостям. Айди задачи... Комментарии к новостям. Айди задачи три. И комментарии к видеозаписям. Айди задачи пять. Три и пять. Вот. Сюда вместо авто вставляем три. Сюда вместо авто вставляем пять. Проверяем. Вот. 5 комментариев к новостям и 5 комментариев к видеозаписам. Все верно. Далее, комментарии к фотографиям ID задачи 8 и комментарии к обсуждениям ID задачи 11. 8 и 11. Вместо авто вставляем 8 и вместо авто вставляем 11. Проверяем. 8 к фотографиям, 11 к обсуждениям. Все правильно. Мы в этих двух задачах объединили комментарии из тех 4 источников. И теперь нам нужно объединить в одно место комментарии отсюда и отсюда. Собственно, что мы сделаем? 12 и 13. Так и так. Все. Теперь вот эта задача нам выдаст результаты выполнения всей нашей программы, всего нашего процесса. Все комментарии из видеозаписи, из фотографий, из новостей и из обсуждений у нас получатся в результате вот этого объединения. Проверим, запустим, запускаем процесс. Вот, процесс у нас пошел. Видим прогресс. Некоторое время программа будет выполняться. Пока программа выполняется, я вырежу этот участок видео, чтобы вам не ждать. Вот, у нас весь процесс был выполнен. И у нас открылась вот такая вот штучка внизу. Вот такой вот блок. Здесь я уже нажал на кнопочку ссылки. И была найдена ссылка на один комментарий за последние сутки вот в тех вот указанных сообществах. Она подсвечивается сереньким, потому что эту ссылку я уже открыл. Если бы она не была еще мной открыта, она бы подсвечивалась синим. Ну, у вас, если у вас много комментариев, то у вас будет большое количество здесь комментариев. Некоторые будут подсвечены синим, некоторые сереньким. Серенькие – это ваши старые комментарии, вы можете на них просто не обращать внимания. На синие нажимаете, нажимаете, они будут у вас открываться и будете просто отвечать вашим потенциальным клиентам и продавать им. Собственно, вот и весь наш видеокаст. Если есть какие-то вопросы, то вы можете нажать на обратную связь и попадете в обсуждение, где можно задавать вопросы по данному сервису. Желаю вам успехов в работе. До свидания.